на протяжении нескольких десятилетий ученые всего мира изучают такое явление как телепортация многие из них смело утверждают что это невозможно но посредством множества экспериментов они смогли доказать обратное законы по которым существуют мельчайшие частицы отличаются от привычной нам физики элементы всегда находятся в каком-то состоянии в целом на этом и строится вся квантовая механика когда говорят про квантовую телепортацию они не говорят про телепортацию частицы оттуда сюда они говорят о том что у вас есть две частицы эта частицы находится в каком-то состоянии и вы телепортируете это состояние на другую частицу заранее подготовлено вот о чем идет речь вот это есть явление квантовая телепортация то есть это не перемещение как старт-трек или какая-нибудь другой научно-фантастической франшизе это именно перенос состояния ключевая идея телепортация энергии заключается в передаче квантового состояния частиц из 11 места в другое с помощью так называемого квантового запутывания, при котором квантовые состояния нескольких частиц зависят друг от друга. Если энергию одной из связанных квантовых частиц можно измерить, то эту же величину можно извлечь из другой, где бы она ни находилась в этот момент во Вселенной. С фотонами проще всего это сделать с так называемой поляризацией. Поляризация — это направление, куда смотрит электрический вектор, потому что фотон — это квант электромагнитного поля. То есть электромагнитное направление электрического поля, оно характеризуется поляризацией фотона. И для этого нужным образом нужно организовать квантовую запутанность, так называемую. Это ситуация, при которой состояние частиц связанное. И изменение состояния с одной частицей мгновенно сказывается на состоянии другой. Стоит отметить, что в этом случае нельзя воспринимать в буквальном смысле явление телепортации — энергия частиц не приобретается и не теряется. Она просто передается. И, к сожалению, это перемещение не может послужить базой для развития полноценной телепортации. Физики Казанского федерального университета участвуют в развитии данной тематики, публикуют научные статьи и проводят необходимые исследования. Это кажется заманчивым. Например, одну частицу оставить на Земле, а другую в соседнюю галактику отправить. Тогда мы сможем связываться. Но, к сожалению, пока мы физики не знаем способа, как это сделать, кроме как добавить обычную информацию. А для того, чтобы эта идея о телепортации полноценной могла бы здесь быть реализована, если бы мы, например, брали какой-то объект, ну там камень или яблоко, считывали информацию о каждом атоме и молекуле и собирали бы его где-то на том конце. То есть тогда бы мы даже... это была бы не столько телепортация, сколько копия. Квантовые технологии полезны и в обычной жизни. Их можно применять для решения проблем моделирования в области химии, а также для разработки медикаментов, усиления работы с массивными данными искусственного интеллекта и повышения безопасности конфиденциальной информации. Одним словом, они значительно помогут оптимизировать жизнь человека и перейти к созданию более сложных схем для коммуникации, чем те, которые существуют на сегодняшний день. Алина Красильникова, Фарид Захитуглы, Универньюс.